Смотри, какая красота, Ей невозможно наглядеться, Птица у её уста, Ты прикоснилась к ней только с сердцем. Смотри, какая чистота, Её ничто не очарляет, Наивность белого листа, От пустословия спасания. Для того, чтобы это всё видеть, нужно набраться силы, потому что видеть чистоту и красоту может только тот, кто вырвался из нужды своего сердца. Сердце постоянно стонет, дайте то, дайте всё, нуждается постоянно. Человек вырвался из нужды своего сердца и начал что-то делать для кого-то. Вот что он может? Вот что ты можешь, с этого начинай. Не с того, что ты не можешь, начинай с того, что можешь. И тогда, когда человек что-то кому-то сделал, он получает в ответ видение капельки души. Ну, допустим, человек раз нищему подал, через нищего человека душа просветится. У меня был такой случай, разок мне подарили конфеты шоколадные, я их не ем. Я понёс, в Москве это было, я понёс нищей подарить конфеты шоколадные, потому что ей что-то дают там. Она такая, я когда мимо проходил с работы неё, она была пьяная уже и орала на всех там. Ну, то есть, она когда трезвая, она просит людей денег. Вот, а потом, когда денег нают, она покушает и ещё выпивку себе выпьет, потом напьётся, начинает орать на всех, ругаться, что все плохие. И вот я и застал в таком состоянии, что она ругалась, что все плохие. Вот, я подошёл к ней, ну, а так как она там всегда стояла, всегда милости не просит, поэтому я к ней подошёл и говорю, я хочу вам дать вот эти конфеты. Она такая смотрит на меня, такая разъярённая. Короче, и она быстро, пока я не ушёл, начала судорожно распаковывать эту пачку и быстро-быстро попробовала конфету. Она была уверена, что тут какой-то подвох. Она просто хотела быстрее, чтобы меня разоблачить. И тут, когда она попробовала конфету, она поняла, что это очень высокосортные, очень мощные, качественные конфеты, которые я ей дал. И она так растерялась, смотрит на меня. И когда это произошло, я увидел чистоту в этом человеке. Я ей дал конфеты, и я увидел её чистоту. Я почувствовал её судьбу надломленную, как она сломалась жизнью. И, может быть, она там и стояла для того, чтобы хоть кто-то что-то сделал от сердца для неё, чтобы её сердце хотя бы чуть-чуть растаяло, и чтобы она задумалась о своей жизни. Пыталась понять, что с ней произошло, как она сломалась в жизни, как она попала в такую ситуацию, что она побирается по мусоркам и выпивает постоянно. Вот кто-то хотя бы должен это сделать, Бог для неё, чтобы у ней что-то чистое, светлое проснулось внутри, и чтобы она почувствовала свою жизнь. Понимаете, вот она стоит всё время там и ругается на людей, и просит у них деньги, но никто не дарит ей чистоту. И поэтому она там дальше стоит и будет, может быть, всегда стоять. Но если кто-то, несколько человек ей с чистым сердцем что-то сделают, и по-настоящему без обмана, и то, что она выпросила денег и швырнули, чтобы отстала. А вот по-настоящему что-то. А в другой раз была совершенно другая вещь. Другая вещь была. Я смотрю, стоит бабушка на Садовом кольце. И там напротив, в Садовое кольцо, огромное такое шоссе, там много машин едет, они не останавливаются. Она такая старенькая, уже плохо видит. И на другом конце там, через дорогу, хлебный магазин. И она туда смотрит. Пытается туда дойти. А к машине там нереально пройти просто. А видно, через переход пройти уже у ней нет сил. Уже очень старенькая. Трясется, еле ходит. Я говорю, вам хлеба надо? Она, да. Я говорю, стойте здесь, сейчас я вам принесу. Побежал за хлебом. Купил ей хлеба. И она, видно, такой хлеб никогда не ела. Он на кусочки был разрезан. И она, когда взяла, она такая смотрит. Он двигается, она такая. Что это такое? Я говорю, он на кусочки разрезан, чтобы вам удобнее было кушать. И она такая встала, вот так начала на меня смотреть. В этом взгляде я увидел такую чистоту. Я думаю, Господи, да ради того, что ты мне дала, я тебе готов каждый день хлеб покупать. Представляете, как вот. Спасибо вам большое. Я вам сейчас другую историю расскажу, интереснее, чем эта. Я в интернет прочитал одну историю. Может, вы тоже ее читали, потому что она разлетелась на весь интернет. Один мужчина восточной национальности зашел в супермаркет, чтобы купить себе на семью продукты. И он стоял в очереди, чтобы оплатить свою еду. И смотрит, стоит женщина пожилая. И у нее в корзинке маленький кусочек хлеба, маленькая булочка хлеба и маленькая пачечка молока. И видит, что она такая вся, ну, плохо одетая такая. И вот еле-еле чувствуется, человек выживает, как может. И он ее спрашивает, а вы что так мало купили? Она ему отвечает, ну, я купила, сколько мне нужно для жизни. Мне вот этого достаточно. И он говорит, мне кажется, что вам бы лучше еще что-то купить, покушать. И она ничего не ответила, просто промолчала. Это значит, что человек действительно нуждается. Потому что человек в нужде никогда не будет говорить о своей нужде. Он тогда взял ее за руку, вывел из ее очередь, говорит, пойдемте со мной. Он пошел с ней, начал показывать ей разные продукты и видит, когда она реагирует. Ну, видит взгляд ей, как бы она раз, когда человеку не надо, он даже не смотрит на это. Когда раз взгляд, он в корзину, раз взгляд, поймал в корзину и набил ей полную корзину. Она говорит, сынок, я этого не унесу. Он говорит, так я сам вам унесу, я вас провожу до дома. Он оплатил ей всю эту корзину и пошел с ней вместе. Когда он шел по дороге, он ее начал расспрашивать, а где ваши дети? Она говорит, мои дети ждут, когда я умру. Потому что у меня большая квартира в Москве, как бы, и они ждут, когда я освобожу им эту квартиру. Они не приезжают ко мне, не помогают. Вот так я живу одна, у меня больше никого нет. И мне чуть-чуть хватает пенсии просто на то, чтобы молочко с хлебом покупать. Она разоткровенничалась, начала ему рассказывать. Он говорит, а вам дети-то звонят? Она говорит, звонит и ругаются на меня. Говорит, что ты столько живешь? Сколько можно уже жить? Пора помирать тебе. И он тогда попросил телефон этих детей и написал им смс-ку такого содержания. Он их назвал добрым словом. Ну, не хочу назвать, потому что он восточный человек. Назвал их добрым словом. Ну, как, чего они заслуживают на самом деле. И сказал им, что вы никогда не дождетесь, что она помрет. Я ее буду каждый день кормить так, чтобы она жила до ста лет. И начал ее каждый день кормить. Такая история. Нравилось? Теперь у меня к вам вопрос. Это смелый поступок ведь, правда? Взять вот в супермаркете и просто какой-то женщине подойти. А вдруг она тебя пошлет куда-нибудь. Просто чужой человек, понимаете? Просто взять, смело подойти, сказать, спросить. Начать кормить ее. Смелый поступок? Или взять, допустим, и начать ходить по утрам, вставать пораньше, ложиться пораньше. Смелый поступок? Смелый. Или просто взять и начать есть ту пищу, которая вам принесет здоровье, а не то, что хочется. Смелый поступок? Смелый. Или просто взять и перестать ругать свою жену. Просто понимая, что она просто делает то, что мне положено. Проэкспериментировать просто. Смелый поступок. И знаете, что если вы эти поступки будете в своей жизни совершать, вы столько счастья от Бога получите, сколько вы не получали никогда в своей жизни. Это я могу сказать точно на все сто процентов. И единственная причина, почему мы счастье получаем мало, это большая абсолютная зацикленность на себе. И поэтому люди все как вареные живут, понимаете, не то что здесь в Перме, а везде. Потому что они просто скованы своим желанием испытывать счастье. И веды говорят, те люди, которые вот скованы желанием испытывать счастье и постоянно его ждут и ждут в своей жизни, они никогда счастливыми не будут. Это как проклятие. Один человек, когда я только, ну, лекцию, здесь в прошлом году шел читать лекцию через вот этот лесок, один человек, молодой человек провожал меня. И он говорит, Олег Геннадьевич, я посадил две тысячи кедров. Или сколько-то, я уже не помню, то ли две, то ли четыре тысячи кедров. Здесь этот человек, нет? А? Здесь? Нету? Мне кажется, я его видела, я знаю, что это. Ага. И он такой счастливый, я говорю, у меня деньги будут, я еще посажу кедры. Представляете? Вот он решил деревья сажать просто. И сажает, сажает, сажает деревья. Некоторые пилят эти кедры, а он сажает. И Бог так доволен им за это. У него в глазах столько счастья от того, что он эти кедры посадил, понимаете? Он такой радостный. Потому что именно для этого и живет человек. Цель человеческой жизни оторваться от себя и начать совершать эти поступки, которые разрушают твои страдания просто потому, что ты о них забываешь. Ты начинаешь думать о других, желать всем счастья, заботиться обо всем и так далее. Если вам не с кем это делать, у нас есть клуб благо здесь. Есть в Перми клуб благо здесь? А? Есть? Есть. Есть. Есть клуб благость? Записывайтесь, приходите туда. Там это межконфессиональный клуб, там вам не дадут поменять веру. Даже если вы захотите. Вот. Приходите, изучайте, как правильно жить. Вместе кормите детей, ходите бездомных. Вместе заботьтесь о престарелых. Вместе помогайте друг другу выйти замуж и жениться. Ну и так далее. Клуб благость. Вместе слушайте лекции, обсуждайте. Он этим занимается. Ну или просто не обязательно в клуб благость. Просто знайте, что в вашей вере, в вашей культуре, в вашей традиции есть такие места. Во всех верах. Где люди собираются просто делать добрые дела. Верующие люди склонны к этому. Поэтому поищите просто, и вы найдете. Разные места, разные организации. Может просто на квартире кто-то встречается. Только для того, чтобы вот что-то сделать хорошее. Таких людей достаточно много. Ради них стоит поискать, потрудиться. Мы часто ради голой попы в интернет мужики могут сидеть целый день. А ради доброго дела можно тоже поискать чуть-чуть, хотя бы минут 15. И вы 100% найдете. У вас получится. Вот. Поэтому надо просто понять, что такое жизнь. Если человек не понимает, что такое жизнь, он не будет жить. Он будет просто мучиться. Уметь, любить, уметь, прощать и доказать себя так. И доказать себя так. Понятно, жить означает уметь любить, учиться это делать. Уметь прощать, если ты, допустим, тебя обидели, оскорбили, бросили. Уметь прощать. Это тяжело, но надо уметь. И до конца себя отдать. Не человеку, а Богу. Богу до конца себя надо. И тогда все люди возрадуются вокруг тебя. Потому что нам не хватает божественной силы в этом мире. Божественная сила исходит от природы. Вы даже не представляете, какая сила от нее исходит. Какая сила! Я изучаю это.